Привет! Это Академия чемпионов баскетбола. Меня зовут Катя. И прежде чем приступить к первому выпуску, я поясню, почему за моей спиной в этом зале находится турецкий флаг. Вообще, я игрок национальной сборной, но практически 9-10 месяцев в году каждый игрок, баскетболистка или баскетболист, выступает в профессиональных клубах в других странах. Мой сезон 2019-2020 проходит в турецкой легии. Я играю в команде Несибе Айден. Сейчас мы находимся на третьем месте в турнирной таблице. Здесь я оставлю их инстаграм. Если вам будет интересно, то следите за нами. А это наш маленький, но очень уютный зал. В сегодняшнем выпуске я хочу посетить броску. Это мое самое любимое действие на площадке. Не только потому, что если ты больше забил, то ты выиграл, но и потому, что у меня это хорошо получается. Сегодня я расскажу о том, как лично я тренирую свой бросок и на что именно обращаю внимание при промахе или при попадании. Надеюсь, что-то из этого вам покажется очень интересным, что-то из этого вы примените на своей тренировке. Погнали! В любой команде тренер дает задание. Забить 10-20-50 бросков. Задание получено, но как его выполнять зависит только от тебя. Для себя я определила. Неважно, я буду это делать медленно или быстро. Здесь самое главное – это техника. Делайте именно те движения, которые потом пригодятся вам в игре. Лично для меня это такое движение. Я ловлю мяч на согнутых ногах и выпрыгиваю вертикально вверх. Также я постоянно чередую ноги. Я нашагиваю или с левой ноги, или с правой. Иногда я делаю напрыжку, потому что ты никогда не знаешь, как именно, в каком положении ты получишь мяч в игре. И уже 100% ты не получишь только стоя на месте. Мы все время двигаемся, мы всегда в движении. Особенно, если хотим получить мяч и забиться. И мой ловхак – это если я забила, то следующий бросок я постараюсь в точности повторить, как и предыдущий, потому что он был успешен. Но, если я промазала, здесь надо задуматься и что-то подкорректировать. Возможно, надо более глубже слезть ноги и сильнее толкнуться ногами. Возможно, это я не доработала в локте и не распрямила его до конца. Или надо просто чуть-чуть более мягче бросить мяч по кольцу. И тогда все получится. На тренировках я никогда не расстраиваюсь из-за промазанных бросков, потому что это часть процесса. Даже Майкл Джордан мазал за свою карьеру в играх более 9000 раз. Около 26 раз он мазал только на последних секундах, когда один бросок решал игру. Поэтому не расстраивайтесь и продолжайте работать. И напоследок домашнее задание от меня. Нужно забить 3 раза подряд 3-очковый бросок в движении. Если ты еще не освоил 3-очковый, нужно забить 3 раза подряд в районе штрафной площади. Ну, а для наших совсем маленьких чемпионов нужно забить 3 раза подряд из-под кольца. Делай видео и отмечай меня и соцбай в сториз. Также добавляй наш хэштег. И лучший из вас появится на моей странице. И помни, играй честно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok